9 июля в подмосковном Жуковском прошел первый официальный показ самолета Су-35 в воздухе. Демонстрационные полеты проводились в преддверии авиасалона Фарнбера-2008. Этот новый самолет со старым названием должен стать последней реинкарнацией знаменитого Су-27 перед появлением истребителя пятого поколения. Журналистам и потенциальным заказчикам были показаны 21 и 22 полеты машины. В первый раз наименование Су-35 появилось в начале 90-х. Это был самолет четвертого поколения, экспортный вариант модификации самолета Су-27М. Самолет массовым не стал. Построили всего чуть больше десятка опытных машин. В 21 веке ОКБ Сухова и Минобороны решили сделать ставку на развитие технологий пятого поколения, сформировать концепцию глубоко модифицированного истребителя семейства Су-27, последнюю реинкарнацию этого самолета, за которым было сохранено название Су-35. Эта машина как раз и создавалась, и создается для того, чтобы все те задумки и все те планы, которые сформулированы по созданию самолета пятого поколения, непосредственно на этой машине проверить, испытать, убедиться, что все те решения, которые мы приняли, они как бы правильные, и то, что эта машина, те задачи, которые возлагаются на самолет пятого поколения, мы непосредственно в воздухе их изучим, ну и дальше будем решать главную задачу, это создание самолета пятого поколения Т-50. В 2009 году мы должны полететь, а в 2013 уже понять, что мы эту машину создали. В Су-35 самолет поколения 4++, но в нем широко используются технологии авиационного комплекса пятого поколения, обеспечивающие превосходство над боевыми самолетами аналогичного класса, в том числе и по критерию эффективность стоимости. Военно-воздушные силы вооружаются многоцелевыми самолетами. Это многоцелевой самолет, который решает задачи не только те, которые решала истребительная авиация, она решает и ударные задачи. Поэтому сейчас сказать, будет менять Су-27, либо другую машину, однозначно я сказать не то, что не смогу, а просто они будут в боевом составе там, где будет необходимость решения тех задач, которые стоят перед авиацией военно-воздушных сил. Первый летный образец Су-35 был собран в Комсомольске-на-Амуре в 2007 году и демонстрировался в статике на авиасалоне «Макс». Первый вылет был сделан 19 февраля 2008 года в Летно-Испытательном институте в Жуковске. На момент показа самолет выполнял 21 и 22 полет. Но уже сейчас самолет подтверждает расчетные характеристики. Пока на сегодняшний момент, с точки зрения летно-технических характеристик, устойчивости управляемости, манерных характеристик, самолет показывает, оправдывает свои расчетные характеристики и, в общем-то, приятно радует. От своих предшественников Су-27 и Су-30 МКИ Су-35 отличается модернизированным двигателем 117С с увеличенной тягой, которая позволяет летать без форсажа на сверхзвуке, то есть на так называемой суперкрейсерской скорости. Высокая тяга двигателей силовой установки позволяет реализовывать значительно большие характеристики разгона. Интересные вещи получаем на сверхзвуковых режимах, когда уже форсаж становится не так актуальным, то есть тяги уже вполне хватает и на бесфорсажных режимах летать. Такой способностью обладает только американский F-22 Raptor, двигатель Су-35 с управляемым вектором тяги. Это значит, что самолету доступны маневры на малых и сверхмалых скоростях. Вы не можете здесь увидеть все возможности самолета. Этот самолет создается как сложный многоцелевой комплекс, и его главная задача – это дальний воздушный бой, поражение на земных целях, на больших расстояниях. И здесь сегодня мы показали только маневренные возможности самолета. Возросшие скорости и нагрузки самолета подрывали усиление пламя. Машина незначительно потяжелела и приобрела также усиленное двухколесное переднее шасси. В отличие от двухместного Су-30 МКИ, на одноместном Су-35 нет больше переднего горизонтального оперения, которое для нового планера просто не нужно. Бессловно, самолет Су-35 будет пилотироваться лучше, чем самолет Су-30. Во-первых, у него выше тяга вооруженность. Двигатели имеют мощность 14,5 тонн по сравнению с 12,5 тонн, которые есть на самолете Су-30. Во-вторых, это одноместная машина, и взлетный вес ее меньше, и полетный вес ее меньше. Поэтому эта машина с лучшими маневренными характеристиками с точки зрения аэродинамики за счет меньшего веса и меньшей удельной нагрузки на крыло. Ну и третье, конечно, и поворотный вектор тяги на двигатели в большей мощности тоже будет позволять более интенсивно управляться на режимах сверхманевренности для этого самолета. Су-35 получил новую радиолокационную систему с фазированной антенной решеткой Ирбис-Э. Рабочее пространство пилота выполнено по принципу стеклянной кабины. В ее основе два цветных жидкокристаллических монитора МФИ-35, многофункциональный пульт со встроенным дисплейным процессором, индикатор на фоне лобового стекла ИКШ-1М и пульт управления. Су-35 является промежуточной машиной между поколением Су-27 и самолетом пятого поколения, которые начнут поступать в войска не ранее 2015-2017 годов. 35-й станет не только массовым строевым самолетом российских ВВС, но и будет своеобразным испытательным стендом для технических решений, который предполагается использовать при создании пятой генерации отечественных истребителей. Мы не живем одним днем, мы живем нашими будущими задачами. Для нас очень важно было на самолете Су-35, по которому мы знаем практически все о его аэродинамике, о его системе управления, заложить новые технические решения, которые дальше будут использоваться в пятом поколении. Поэтому Су-35 это, с одной стороны, самостоятельный комплекс, а с другой стороны, это машина, которая является базой для отработки большого количества технических решений для самолета, которых коллега. Пока построен один летающий экземпляр. Еще два достраиваются. И в ближайшее время выйдут на испытания. Планируется, что в 2010-2011 годах Су-35 начнет выступать в войсках. Наша программа будет следить за судьбой самолета, способного составить конкуренцию машинам пятого поколения. Редактор субтитров А.Семкин